Есть вот предел, до скольки я буду еще соревноваться, биться, состязаться? Знаете, я думаю, что каждый спортсмен как себя чувствует, да, и у него есть свой предел, я думаю, у каждого по-своему, да. И когда придет это время, я думаю, что я сам узнаю, да, то есть все, я больше не хочу или... А вас недавно написали все издания, что вы победили, выиграли в Риге, вот можете объяснить, что там было, что произошло и как удалось в очередной раз доказать всем, что вот я лучший? Был турнир, и в этом турнире как бы делали четверку, да, четыре бойца и четыре страны, да. И победители имеют право драться за поезд чемпиона мира на турнире Ке-Укей, да. И меня пригласили, я, конечно, сразу хотел пойти, уже начали готовиться, были там. И результат виден, но она уже поняла, что это моя жизнь, да, то есть она часть моей жизни, да. Я без этого пока еще не могу, да, посмотрим, что жизнь покажет, да. И уже она смирилась с этим и помогает, и поддерживает меня во всем. А как дочь реагирует, что у папы вот такая работа? Папа вот приходит без синяков, потом едет на соревнования, приезжает, есть там синяк под глазом, где-то еще что-то. Она вот очень, не знаю, большие эмоции у нее есть. Постоянно, когда я еду на соревнования, на бои, ей очень постоянно плачет, потом больше не надо, давай уже не заканчивай. Но я ей объяснял так, как есть, и вроде бы она уже как бы шесть лет уже начала понять, что и как. И, конечно, тоже поддерживает. Останавливает часто вас, да, пап? Ну да, конечно, конечно. А что чувствуете вы, когда вот вы такой мужчина-боец, и тут ребенок просит, плачет слезы? Нет такого, что вот, ну ладно, не еду, все, завязываю? Ну, конечно, ну есть, надо почувствовать эти эмоции, конечно, но нет такого, что нет, я больше завязываю и больше не буду заняться. Или не буду это делать, потому что это мое хобби. Я не знаю, как без этого жил. То есть до того времени, когда я зашел в зал, и уже начал этого заняться, после этого я не знаю, как было, да. Вы можете сказать, что я зарабатываю спортом? Нет, нет, это зарабатывать спортом не могу так сказать, потому что нету. Даже в таком виде? Все думают, что вот если бой, там большие, миллионы леев. Ну да, у нас так люди думают, что да, миллионы леев. Ну, спортом у нас, по крайней мере, пока еще не зарабатывают. Ну, сколько можно получить после боя? Вот вы становитесь лучшим, побеждаете, вот какие деньги? Ну, это зависимо, да, допустим, какой бой, с кем ты делешься. Это было 100 долларов. А самое высокое? Тысяча чем-то, две. А не такого, что есть спорт, как вы сказали, хобби, но есть еще другая работа, которая вот 100% поддерживает? Ну, конечно, у меня есть этого, если бы не было, я не знаю. Ну, если не секрет, какая работа, вот фундамент? Не, я занимаюсь мебель. Мебель на заказ делаю. И вот это, по крайней мере, меня поддерживает пока. Не то, что в тонусе, да, компенсирую одно с другой и вот едем дальше. А это не обижает, как спортсмена, который вот гордость страны, ему приходится работать, другую иметь работу. Это же занимает время, усилия. Вы же думаете, как бы прокормить семью, вот что дочери купить, жене, куда поехать? Ну, конечно, обижает, я не могу сказать, что не обижает, но видеть, как у нас обстоятельства, да, мы учим себя выживать в этих условиях. Ну, постараемся работать, постараемся тренируем, постараемся тренироваться и все, что делать, нормально. Вам уже больше 30, вот думаете о том, чтобы появился сын, который продолжит дело отца? Да, конечно, думаю. У меня есть сын, да, и как бы... Есть сын у вас? Семь месяцев только что. И как бы есть, я думаю об этом. Ну, посмотрим, как он захочет это. Я, конечно, если надо будет, я буду помогать во всем, но одно, надо, чтобы ему понравилось. А если бы вас спросили, что бы вы изменили в вашем спорте в Молдовии, вот подходит человек влиятельный или из государства, говорят, вот Виталий, вот что необходимо, завтра мы это делаем? Что необходимо? Я, во-первых, надо... Деньги, поддержку. Ну, да, конечно, конечно, поддержку, да, надо, потому что спортсменам очень тяжело в этим условиях тренироваться. Нету, то есть даже никто не поддерживает, да, но бывает такое, что вот пришел человек, и он хочет поддерживать. И это уже к лучшему, да, допустим, к одному бою. И даже пару, скажем так, леев там, и уже к лучшему, да. Там не надо, допустим, работать, надо поменьше, уже надо больше в зале будешь, да, или надо купить витамины, надо купить, надо покормить тебя, по крайней мере, уже... Тем более семья есть, двое детей. Да, уже по-другому надо кушать уже, когда готовишься к бою. Ну, и вот... Деньги вы объяснили, поддержка, да? Да, поддержка, но... Условия для соревнований, для занятий? Да, ну, конечно, условия. Это спортивный зал, где бы было, да, чтобы заняться. Или, возможно, больше ничего не нужно? Ну, и желание, конечно. Есть ответ, что помогает мне побеждать? Вот чем я уникален, чем я беру? Я не знаю, я думаю, что это мое желание победить, да, мое желание показать то, что я делаю с многих лет, я думаю, что делает меня такого, который... Я также замечаю, что вот у спортсменов нет больших условий, как за границей у других спортсменов, но при этом вы становитесь лучше, побеждаете их, у которых там есть шикарные залы, условия, материальная поддержка. Мы как народ боевой, не знаю, может, это нас и делает сильнее, ну, по-любому это работа, каждый день, труды, и вот мы показываем результат. Молдавскими спортсменами можно гордиться не только за их достижение и результаты, но и за удивительную выдержку. Даже осознание того, что спорт не способен обеспечить материальную стабильность и независимость не мешает им становиться лучшими.